Бисмилляхи рахмана рахим. Вся хвала только Аллаху, управителе миров, милостивому и милосердному, милость которого безгранична, милосердие которого вечное, который ничего не изменяет в своих установлениях, который, любя все свои создания, даровал человечеству всю землю. Человек является наместником на планете Земля и, проявляя особую заботу к нам, даровал нам своих постальников и пророков, первый из которых был Адам, алейхи вассалям, последний, замыкающий всю человеческую, весь человеческий род, является наш достаток чимы пророк Мухаммад, солья Аллаху, алейхи вассалям. Да благословит Аллах и приветствует его самого, членов его семейства, а также всех тех, кто последовал за ним благодеяние, вот до дня воздаяния, то есть нас с вами. Аминь. До свидания. Тема сегодняшнего Вагаза будет приближение к месяцу, когда будет проведен величайший одни из праздников, Аид Аль-Адха, то есть Курбан Байрам. И предупреждая, предупреждая всех нас, Аллах Сухаммад Аль-Аллах в Коране оставил следующие аяты, указывающие на то, чтобы благое дело не превратилось для нас в конечном итоге в джаханна. Чтобы, оказывая милость Аллаху, мы не оказались с вами в числе обретших вечности наказания. Это рия. Это губительное состояние человека рия. Тогда, когда человеческий нафс, являясь необузданной частью человеческого организма, толкает человека к этим поступкам. Когда человек, возгордясь, показывает свое богатство. Когда человек, возгордясь, похваляется своим выполнением ибадатов, поклонением. Потому что Курбан Шаларга – это то же самое поклонение. То есть, приносить жертву Курбан – это то же самое поклонение. И вот, чтобы уберечь нас от того, чтобы наш Курбан не явился для нас в конечном итоге наказанием для ада, Аллах Сухаммад Аль-Аллах указал эти аяты. Суры Аль-Каф, Аллах Сухаммад Аль-Аллах прямо указал нам, где говорится, скажи, о пророк, скажи этим многобожникам, которые не веруют в твое послание, с которым ты пришел к ним, где говорится, воистину я такой же человек, как и вы, и кто будет утверждать, что я лжец, тот пусть принесет подобное тому, что принес я. Я не веду сокровенного. История о прошлом, о которых вы спросили меня, и которые я рассказал вам, и именно о людях пещеры Зуль-Тар-Найни. Раскрыл мне Аллах Сухаммад Аль-Аллах. Я говорю вам, что ваш Бог, которому я призываю вас поклоняться, Бог единственный, у которого нет соучастника. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом миров, то есть, кто надеется на его награду и хорошее воздаяние, пусть совершает прямые деяния, соответствующие законам Аллаха Сухаммад Аль-Аллаху, и никому не поклоняется наряду с своим Создателем. Вот что понимается под снисканием довольствия Аллаха Сухаммад Аль-Аллаху, у которого нет соучастника. Существует два основных принципа того, что дела будут приняты, где наши деяния будут приняты в день воздаяния. Это, во-первых, они должны быть совершены ради довольствия Аллаха Сухаммад Аль-Аллаху. И, во-вторых, они должны соответствовать шариату, шариату, с которым пришел наш посланник, пророк Мухаммад Аль-Аллаху. Тавус сообщил, что какой-то человек спросил у Аллаха, у пророка Мухаммада Аль-Аллаху, о посланник Аллаха, я хочу снискать довольствие Аллаха и его любовь. Посланник Аллаха, да, посланник его приветствует, ничего не ответил ему, пока ему не было испослано следующие аяты. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется на ряду со своим Создателем. Следующий хадис говорит, что один человек пришел к Убаде ибн Ас-Самиту и сказал, не сообщишь ли ты мне то, о чем я спрошу тебя? Что думаешь о человеке, который совершает намаз, чтобы стискать довольствие Аллаха, одновременно любит хваление людей, соблюдает пост, чтобы не искать довольствие Аллаха, одновременно любит хваление людей, раздает милостыню Садака, чтобы не искать довольствие Аллаха, но одновременно любит хваление людей. И совершает даже хадж, чтобы не искать довольствие Аллаха, но одновременно любит хваление людей. Убада ответил, он ничего хорошего не получит. Аллах сказал, я лучший товарищ, и кто приобщил ко мне других товарищей, то у того есть все, а я не удуждаюсь в нем. Это вот как раз-таки говорит о том, что Аллах, субхангаля, не нуждается в том барашке, который мы с вами скоро принесем в жертву. И той каремии, которая пройдется, он тоже не нуждается, и в том мясе не нуждается, и вообще не нуждается ни в чем, а нуждаемся мы с вами. И вот чтобы не уподобиться тому человеку, который любил и намаз читать, и хаш совершал, и всегда хотел, чтобы его хвалили люди, ответ каков? Он ничего не получит. Поэтому мы должны взять из этого аята, из этих хадисов, то напоминание, с которым обращается к нам Аллах, субхангаля. Только его довольствие, только его милость, искренне должны быть руководством в нашей жизни. Абузар, рада Аллаху, передает, что посланник Аллаху, субхангаля, сказал, есть три группы людей. В судный день Аллах не будет с ними разговаривать, не посмотрит на их лица и не оправдает их. Им уготовано мучительное наказание. И дальше передача хадиса добавляет. Посланник Аллаху, субхангаля, повторил это трижды. Потом Абузар, рада Аллаху, спросил его. В таком случае эти люди поистине обделенные, они потерпели урон. Кто они, о посланник Аллаха? На что посланник Аллаху, субхангаля, ответил. Тот, кто из гордости волочит свои одежды по земле. Тот, кто попрекает оказанным им добром. И тот, кто, принося ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену. Вот три категории людей, на которых не посмотрит Создатель. В этой жизни с вами мы обречены работой, обречены заботами. У нас много обязательств есть. Мы многое можем натворить и многое можем исправить. Но в вечности, представьте, ничего этого делать нельзя. В вечности только один раб остается, его деяние и Аллаху, субхангаля. И представляете, тогда, когда будем нуждаться в милости Аллаху, субхангаля, тот, от которого мы будем зависеть наше будущее, и от кого ждем мы милости, даже не посмотрит. Кто же это? Это тот человек, который волочил одежды по земле. Тот, кто попрекает оказанным им добром. То есть оказал добро и попрекает. И тот, кто приносит ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену. Это та группа людей, которые указаны в хадисе, не посмотрит Аллаху, субхангаля. И они окажутся без милости Аллаха, субхангаля. В суре Аль-Бакара, в 264 аяте, Аллах Азавджалля для нас передал. О, те, которые уверовали. Это обращение именно к мусульманам, к верующим людям. Е-Ай-Юхал-лядинэ эману. Потому что вы знаете, что в Коране есть обращение Е-Ай-Юхан-насу. Это ко всем людям. А это обращено к уверующим. Е-Ай-Юхал-лядинэ эману. О, те, которые уверовали. Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреканиями и оскорблениями. Потому что расходует... Потому, кто расходует свои имущества ради показухи, ради рия, и не верует при этом в Аллаха. И в последний день притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоей земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем. Из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах, азуат-джалля, поощряет тех, кто жертвует части своего имущества ради него. То есть мы жертвуем своим имуществом. Мы раздаем садака. Вот этот курбан тоже самое будем ради довольства Аллаха, субхан-тайля, делать с вами. И при этом не сопрождает это благое дело упреками или иными поступками, уничтожающие достоинство человека, который получил эту милостыню. В противном случае это благое дело будет аннулировано. И далее Аллах, субхан-тайля, в этом аяте говорит, что за благое дело таких людей ждет большая награда, уготованная награда у Аллаха, субхан-тайля. Аллах, субхан-тайля, сам наградит благодетелей за их праведные дела. Какие-то добродетели. Какие, чем может наградить Аллах, субхан-тайля, в вечности. Они следующие. Эти люди не познают страха. То есть в судный день эти люди не будут опечалены. И именно, что оставили позади потомков и отказались от удовольствия в мирской жизни. А мирская жизнь, удовольствие, это как раз-таки бахвала, рия, показуха, чтобы тебя хвалили. Это и есть мирская жизнь. Потому что вечности уже этого не будет. Никто не будет тебя хвалить за то, что ты раздавал садака. Никто не будет хвалить за то, что ты читал Коран наизусть. Потому что вознаграждение получит только от Аллаха, субхан-тайля. Вознаграждение будет и судь будет только от Аллаха, субхан-тайля. И признание будет только от Аллаха, субхан-тайля. И признанием это будет ничто иное, как эти люди не узнают страха, не познают страха. Доброе слово, то есть слово сострадания и мольба мусульманина, это и есть прощение. Это и есть прощение. То есть прощение несправедливости в словах и в поступках. Это самое лучшее милостыня. Аллах богатый, то есть ни в чем не дождается. В своих творениях, выдержанный, то есть ни сходительный к ним и прощает нас. Существуют хадисы, запрещающие попрекания в пожертвованиях. Так, например, в одном из хадисов передается от Абу Храйра, в котором сообщается, что посланник Аллаха, Салли Аксалима, сказал, «С тремя не заговорит Аллах в день воскресенья, с тремя людьми, с тремя категорией людей Аллах в день воздаяния не заговорит». «Не посмотрит на них, ибо им уготовано мучительное наказание. Первое. Опускающие край одежды до земли. Второе. Попрекающие своим благодетиями. И третье. Сбывающие свой товар с помощью ложных клятв». Абу Ат-Дарда передал, что Прок Мухаммад Салли Аксалим сказал, «Не войдет в рай тот, кто ослушается родителей, попрекает людей в оказанной им милости, имеет притеснение пристрастия к спиртному и отрицает предопределение». Поэтому Аллах сказал, «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими прикаяниями и оскорблениями». Махтарам Джаммад Ад-Дарда. Хотелось бы сделать заключение. Самое главное, что мы должны с вами понять, то, что мы должны с вами уяснить, и с чем мы должны с вами продлить и благость земной жизни, и, конечно же, оказаться в честь тех, кто будет обрадован милостью, взором Аллаха Субханат Ад-Дарда. Это ни в коем случае не поддаваться одному из дверей шайтана, дверь называется Рия, чтобы ни в коем случае садака наша не превратилась в нашу погибель, не аннулировалась. Поэтому, делая пожертвования, обязательно нужно. Делать дополнительный габадат обязательно нужно. Но делать его нужно уважительно. Делать его нужно очень скромно. И самое главное, делать его нужно искренне, веря в милость Аллаха Субханат Ад-Дарда. Потому что он самый выдержанный. Конечно же, если мы с вами что-то и допустим, упустим, нужно делать обязательно Тауба. Но об этом поговорим в следующих проповедях, иншаллах. Таамам. Аллах Субханат Ад-Дарда Аглям. И заканчивая сегодняшнюю нашу проповедь, закончим ее дуа. О Аллах, помоги нам идти Твоим прямым путем и помоги нам делать то, о чем Ты доволен. Аминь. Аллах Рад-Дарда. Аллах Рад-Дарда.